Здравствуйте! Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня мы с вами на финишной прямой, чтобы продолжить путешествие по нашему дому. Итак, пошли! Сейчас мы будем подниматься на второй этаж по лестнице. Поднимаемся. Перед нами смотровая площадка. Здесь у меня два фикуса. Бенджамина. Вот такой вот зеленый с беленьким. Вазоны, кто помнит, я недавно ездила в Леруа Мерлен и купала вазоны. Где-то на улице что-то делает. Вот такие. А здесь обычный фикус Бенджамина. Вот такая смотровая площадка. Витражное окно у нас. Идет с первого этажа и почти до верха. А еще я на этой смотровой площадке люблю стоять, когда все цветет. И смотреть на свой цветничок. Вот. На свои цветочки цветущие. Лилия. В общем, все. Здесь в моем обзору утром спускаюсь и обязательно здесь останавливаюсь. И смотрю, что за ночь расцвело нового. Гелениум зацвел. Флоксы начинают. В общем, вот такой здесь у меня еще и обзор. Заодно к соседке моей загляну. Валюшка, если смотришь, тебе привет. Валюшке тоже все цветет. Флоксы. У них еще и картошка в огороде. В общем, все тут перед моим взором. Ну, пойдемте дальше. Вот мы сейчас еще один пролет поднимаемся. И находимся на площадке второго этажа. Здесь у меня также стоит цветок в вазоне. Ну, все, дай бог памяти. Ну, в общем, мы все переклинило, как этот цветок называется. Шифлер, конечно же. Ну, начнем с чего? Начнем с самого главного места. Это санузел. Нет, еще немножко задержимся на площадке. Вот эта площадка еще у нас. Она как такая, как бы такая еще площадка, где висят фотографии, отображающие наши путешествия. Ну, Евгения дверь открывала. Наверное, все тут бабахнуло дверью. В общем, вот фотографии, отображающие наши путешествия. Я уже говорила, что мы очень любим путешествовать. И каждый год путешествуем, оставляем памятное фото вот здесь. Ну, а это такой коллаж семейный наш. Это когда Евгешка была маленькой. Мы еще молодые. Это 11 лет назад. Вот Евгешке месяц, наверное, или два. Это на прогулке мы. Это годик Евгешке с котяной. Катушкой. В общем, это вот такой наш семейный коллаж. Ладно, отвлекласяла. Пойдем мы с вами в санузел. Санузел у нас самый обыкновенный. Вот такой санузел. Наверное, метров пять он по величине. Хотя мама приезжает, когда говорит, ой, ну надо же, у тебя санузел у вас, как у меня кухня. Ну, в общем, вот такой на втором этаже санузел в зеленых тонах, зелено-белых. Вот это ванна. Это не джакузи, это просто акриловая ванная очень большая. Но мы ей не пользуемся практически вообще. Она у нас здесь для интерьера. Ну, в общем, все как обычно. Шкафчик с зеркальцем. С таким. Привет всем моим хорошим. Тумбочка. Ну, все скромненько, все простенько. Уже сейчас спал. Пашулькина ночная ваза. Сейчас уже, как бы, в основном делают. Ну, вот, в темных тонах. Там черные, серые. Ну, мы делали, во-первых, семь лет назад ремонт, когда уехали сюда. Ну, по крайней мере, менять я пока ничего не собираюсь. Все меня устраивает. Если уж что-то детям не понравится, пускай меняют. А на наш век хватит. Итак, начнем с комнат девочек. Вот, кто еще не знает, у нас две дочери. Катя и Женя. Разница между ними большая. 18 лет. У Катюшки уже своя семья. И вот здесь, на площадке, комнаты девочек. Ну что, начнем с комнаты старшей девочки. Итак, мы заходим в комнату Катюши. Катюши с нами не живут. Они живут в городе. Сейчас фокусируйте немножко. Они живут в городе. Летом они в основном живут на даче. Мы к ним ездим на дачу. Ну, и они к нам приезжают, соответственно. Темноватая комната у Катюшки. Потому что у нее солнечная сторона. У них темные занавески все время она вешает на лето. Вот диванчик такой. У Павлушки диванчик. С машинами. У нас автомобилист. Вот это ковер, который плавал когда-то. Если кто меня смотрит, знает, был влог. Ну и, соответственно, детский уголок. К которому наш Павел не прикасается практически вообще. Чего тут только нет. Чего мы только с дедом ему не дарили, не покупали. Но Пашенька наш не играет. В основном Пашулю тянет на приключения какие-то. Вот. Значит, по проекту отвлекусь немножко от темы. Ну нет, это как бы по теме. По проекту наш санузел должен был быть 8 метров. Но когда я посмотрела проект, я просто сказала, для чего мне вообще такой огромный санузел. Ну для чего? На что мне застройщик сказал, Николаевна, не переживайте, мы все исправим. И исправил он вот таким образом. Он нам уменьшил санузел. И за счет этого у Екатерины в комнате у нас есть гардеробная. Такая гардеробная. Вот. Ну здесь, конечно, вот вещи Павлу, которые малы, но не знаю, кому их отдать. В общем, как-то вот так. У Катюшки вот такая гардеробная с зеркалом. Привет! Еще раз. Так, все закрывается. Культурно как бы, ну культурно все, как бы стена. А за этими дверями красивыми белыми у нас гардеробная. Ну пойдемте дальше. Дальше мы с вами попадаем в комнату у Евгения. У Евгения комнатка чуть поменьше, 13 метров. Потому что у нее балкон. За счет балкона она... У Кати, наверное, метров 15-16. А у Евгения за счет балкона она уменьшилась. На метр, наверное. Темновато, потому что шторы темные. От солнышка спасаемся. Ну пока у Евгения вот такой вот уголок с письменным столом. С игрушками. Игрушки. Говорю, давай игрушки-то хоть отдадим. Мам, ну ладно. Ну давай пока пусть постоят. Вдруг я поиграть захочу. Ну, в общем, игрушки пока не трогаем. Диванчик. Все тоже в светлых тонах. Диванчик, коврик. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Вот этот телевизор Евгения приобретала сама на свои денежки. Ей подарили на день рождения родственники деньги. И она их не потратила на бесценные нужды. А купила себе в комнату телевизор, который не включает вообще. Неважно. Зато ребенок сделал хорошее дело. И сейчас... Ой, запуталась в шторах. Из комнаты Евгения, значит, вид на балкон. Ну, на балкон мы зайдем с другой стороны. Факт тот, что выхода нет. Потому что тоже по проекту выход на балкон должен был быть из ее комнаты. Но когда мы переезжали, Жене было 4,5 года. И Саша запретил делать выход. Вот так выход. Ну, в цели безопасности. Вот такая площадочка у нас перед комнатами. Нравится мне вот этот тоже уголок. Здесь у нас кто приезжает, гости любят фотографироваться на этой лестнице. В общем, пойдемте дальше. Ну, и сейчас мы попадаем в нашу спальню. С Сашей. Спальня у нас в зеленых тонах. Не знаю почему, но еще когда нам строили только дом, я сразу сказал, Гарри, Саш, если ты не против, спальня у нас будет в зеленых тонах. Ну, и светлая мебель. Обязательно зеленые тоны и светлая мебель. То есть, вот такая светлая белая мебель. И кровать немножко, она не чисто белая, а кровать такая у нас, ну, как бы слоновая кость. Вот. И выходим мы с вами на балкончик из нашей спальни. Вот, выходим на балкончик. На балкончике у нас тоже, как бы, комнатка для отдыха. Здесь мы чаек пьем, когда кто-то приезжает. Сейчас здесь очень жарко. Такую жару цветы вынесла. Юка, ну, это не юка, это, наверное, драцент, скорее всего. Юка, она немножко другая. И вот здесь у меня тоже одна стеллажик и одна из моих коллекций. Здесь у меня находится коллекция фотоальбомов. Фотоальбомов где-то 75 штук. Вот, 75 фотоальбомов. Почему они здесь? Потому что, как бы, эта комнатка еще предназначена для того, чтобы спокойно посидеть здесь, попить чайку. Если есть желание что-то вспомнить, посмотреть альбомчики. С Сашей мы здесь любим чай пить. Ну, просто беседовать. Вот. Ну, и, конечно, вот такой вид из окна наш поселок, наша деревня. Видно издалека канатную дорогу. Никак я вас не прокачу. Вот. Ну, здесь терраса, крыша террасы. И огород. В общем, как-то вот так вот я вам показала все. Возвращаемся опять в спальню. И буду, наверное, на этом я заканчивать. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что ходили по дому по-нашему. Всех вас благодарю за внимание. Заходите. На стене тоже вот у меня такие фотографии. Ну, раз уж подошли, немножко расскажу, кто есть кто. Вот так. Это Саша в детстве, в молодости. Это Евгешка совсем маленькая. Это мы с Катюшкой. Вот это я. Сейчас фокусируется. Вот это Алла Николаевна. А вот это Катюшка отсвечивает. В общем, это мы с Катюшей. А это наши девочки. Видите, немножко отсвечивает. Буду боком. Это мои девчонки. Катюшке здесь 18. А Евгешке, наверное, 6 месяцев. Ну, ладно, мои хорошие. Спасибо за то, что прошлись со мной, прогулялись по дому. Все у нас скромно, еще раз повторюсь. Никаких там целей. Я знаю, что есть некоторые, кто берут там огромные кредиты, чтобы приобрести там дорогую мебель. Нет. У меня это не в моих правилах. Мы живем по средствам. И я не считаю цельсообразным убивать там какие-то свои деньги. Ну, я считаю, что все это злишество. Можно жить и с недорогой мебелью. И быть как бы... И все будет уютно, если приложить руки старания. Все будет уютно, чистенько и хорошо. Пока-пока.